Радио Крым Реалий Александр Голубов Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев По его словам, после открытия Крымского моста Республике нужно ориентироваться на уровень цен на топливо, характерный для центрального региона России Артемьев недоволен тем, что происходило в Крыму с ростом цен на бензин Еще до открытия Крымского моста мы считали, что все ссылки на рост цен из-за переправы совершенно неадекватны В конечном счете цены на топливо в Крыму должны быть немного ниже, чем в Москве, несмотря на логистические трудности Отметил руководитель Федеральной антимонопольной службы Тем не менее, я хочу напомнить, что господин Аксенов в свое время объяснял рост цен на бензин именно проблемами с логистикой Но даже после открытия автодвижения по Керченскому мосту снижения не происходило На данный момент паромное сообщение через Керченский пролив Единственный способ переправить в Крым из России грузовики с необходимыми товарами, в том числе топливом Об этом ранее говорил глава полуострова Сергей Аксенов Он добавил, что удешевить бензин поможет и снижение коэффициента на железнодорожные тарифы до Крыма Давайте послушаем прямую речь У нас еще это все обусловлено тем, что Керченская паромная переправа пока принимает грузовой транспорт Вы знаете, что у нас пока все идет через мост, грузовой транспорт пока не пошел Поэтому у нас объективно стоимость дополнительно возникает в связи с работой Керченской паромной переправы При этом последние две недели у нас была задержка из-за ремонта аппарели У нас до 200 вагонов скопилось на той стороне, но вот три дня назад уже аппарель отремонтировали Я взял обращение и переговорил с Олегом Валентиновичем Белозеровым в адрес РЖД В части ведения для грузов, которые поступают в Республику Крым, понижающего коэффициента Там есть такая практика в размере 0,5, то есть Олег Валентинович предварительно говорит про работу И в конце мая письмо в РЖД такое написал Собственно, пока что движение по мосту грузового транспорта закрыто Глава Росавтодора Роман Таровойт обещает, что фурам разрешат проезд лишь с 1 октября Тем не менее, наш корреспондент сообщает, что крупнейшая крымская топливная компания «Атан» Снизила цены на свои сети автозаправок Так, по состоянию на обед понедельника, 23 июля, литр бензина марки АИ-95 Продавался по цене 47 рублей 99 копеек, а накануне он стоил 48 рублей 59 копеек Теоретически, одной из причин может быть то, что федеральная антимонопольная служба О которой мы говорили в начале эфира Открыла уголовные дела против компаний, которые торгуют топливом в Крыму Так, Артемьев заявил, что дела, возбужденные в отношении компаний, рассматриваются в судах А наложенные нарушители санкций составляют сотни миллионов рублей Он не уточнил, какие именно компании оштрафованы Однако, добавил, что его ведомство намерено продолжить штрафовать крымские компании, торгующие нефтепродуктами Помогут ли снизить цену на бензин в Крыму многомиллионные штрафы топливных компаний полуострова от федеральной монопольной службы Решат ли такие кардинальные меры проблему топливных тарифов надолго И возможно ли в Крыму демонополизировать эту сферу Все это мы сейчас будем обсуждать в течение 25 минут Крым в центре внимания С нами на связи Павел Баженов, президент Российского Независимого Топливного Союза Павел Александрович, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, вы бы могли охарактеризовать крымский рынок бензина и топлива как монопольный? Монопольный? Монополию продавца вы имеете? Да, монополию продавца То есть, ну, смотрите, насколько мне известен рынок Крыма Там несколько операторов частных по рознице То есть, розница на базе не топлива А что касается поставок То да, там большие сложности И, насколько я понимаю, операторы крымские крутятся как могут Да, подскажите, пожалуйста Но вот мы слышим от федеральной антимонопольной службы Что они дают штрафы достаточно значительные Господин Артемьев говорит о многих миллионах Вот он говорит Они, я просто процитирую даже Они в судах сейчас Все это решается И при этом наше управление возбуждает новые дела По отдельным бензоколонкам По компаниям, которые еще в адекватное состояние не пришли Цитирует главу федеральной антимонопольной службы России Агентство Интерфакс То есть, по вашему мнению Вот такое вот наказание для крымских бензоколонок Оно справедливо? То есть, действительно ли там, по вашему мнению Происходило завышение цен? И это было каким-то образом связано Именно с монопольным положением кого-либо из них? Ну, как завышение цен? Что происходит? Просто операторы крымского рынка Они долгое время находились совершенно в другой реальности В условиях другого рынка Украинского, я имею в виду То есть, для них подход по сдерживанию И регулированию розничной цены И при этом при достаточной рыночности Оптовой цены Непонятен Поэтому я так понимаю Что операторы в Крыму просто использовали Работали в соответствии с нашей логикой Экономической Вот А этот популизм, который Ну, повсеместно Желание административными методами Вмешаться в рынок И как-то чего-то устраивать Ну, и еще я сказал Что заявить о многомиллионных штрафах О том, что они в судах И прочее Не значит их взыскать Поэтому Я лично Конечно, думаю Что что-то взыскано было Скажите, пожалуйста Павел Александрович А По вашему мнению Могут ли, если эти штрафы будут Наложены Может ли это как-то привести К Уходу некоторых Продавцов с рынка Ну, условно говоря Когда заставляют снижать Цену продажи Но при этом Заставляют высокой цене Покупки бензина Логично, что для кого-то Это может перестать быть Экономически выгодным Продолжать продажу топлива Ну, безусловно Это в целом Как бы Реальность Российской Федерации Что у нас Для независимого сектора Созданы такие условия Которые Могут Повлечь И уже происходит Выход Уход с рынка Вот их Ну, наиболее Уязвимых Операторов Вот Что же касается Штрафов По Крыму Ну Безусловно Безусловно Вот эти вот Страшилки Они Ставят людей Снизить Цены В ущерб Адекватной Вообще Экономической ситуации Это наши реалии Административное давление И популяризм А подскажите, пожалуйста Вот В принципе Вот такие действия Федеральной Антимонопольной Службы Они Они типичны Для российского рынка Топлива Или Просто в Крыму Такая достаточно Сложная ситуация С ценами И поэтому Это приводит К Типичные действия Обычно Антимонопольная Служба Вертикальные Компании Кусается Да И Выносит Различные Предупреждения Страфы И прочее Ну А Рынок Крым Он специфичен Поэтому Да Там есть Своя Специфика Тем не менее Ситуация Вполне Вполне Типичная Для России То есть По сути Мы же говорим Даже не о штрафах А мы говорим О желании Регулировать Рынок И Не то что Даже желание А о прямом Регулировании Рынок Просто вот Такими методами Шафами Оборудование Снижается Настоятельно Вам рекомендую А не снизите Будет То есть Нету Регулирования Какого-то На законодательном уровне Но не регулировать В режиме Ну То есть Понятно Что с точки зрения Бизнеса Это все-таки Скорее-таки Решения Наверное Вредоносны Но вот С точки зрения Потребителя Я Как обычный Крымчанин У которого Есть машина Я скорее Рад тому Что цены Снижаются По вашему мнению Потребители Выигрывают От такой политики Федеральной Антимонопольной Службы Или все же В долгосрочной Перспективе Есть какие-то Последствия Сказали Про долгосрочную Перспективу Понимаете Ну Краткосрочная Перспектива Да Приятно Ценности Нижаются Замечательно Но Давайте Не будем забывать К чему это Приводит То есть Когда Аператор Недополучает А у нас В России Часто Вообще Вынужден Работать В условиях Минусовых Или Нулевых Маржинальностей То Системно К чему это Приводит Появляется Проблема С качеством Топлива Она Ну Я никого Конкретно Не обвиняю Тем не менее Там ряд Опериаторов Начинает Этим Прившать Силу Возможность Как-то И Вести Работу И Находясь В положении Выбора Между плохим И очень плохим Решением Далее Это Провоцирует Уход Операторов С рынка Ну и В долгосрочной Перспективе Естественно Ну и Поглавное Как правило Вот это Сдерживание Сегодня Впоследствии Всегда Приводит К резкому Скачку То есть По большому счету В долгосрочной Перспективе Штраф Решить проблему Цен на бензин В Крыму Не могут Где не могут Решить штраф В долгосрочной Перспективе Проблему То есть Как Они могут Если Мы бы Имели Нормальный Сбалансированный Рынок С адекватными Сегодня Сегодня У нас Рынок Где Обтого Цена Относительно Рыночная Цена Образуется А розницу Директивно Регулируется Так же Не бывает Понимаете Одна Цена Зависит От Канюнкру Различной В том числе И внешней Канюнктуры А другую Цену Мы руками Крутим И в итоге Естественно Постоят Безбаланс Но вот Пока Не будет Осознания У регулятора Что Это Звение Цепи Пока Не будет Соответствующий Законодательный Соответствующий Закон Регулирующий Этот процесс Сегодня Это все По понятиям Регулируется Вот там Решили Что Ахмана Вольный Почему Там Есть Крупный Иператор Тем не менее Вот Решили Крутим Выписываем То есть Нужен закон Как раз Сейчас Работаем На направлении Как раз Движение Этой идеи По массе Ну то есть Павел Александрович По большому счету Есть какая-то Альтернатива Вот такому Ручному управлению Потому что С одной стороны Хочется конечно Чтобы операторы Зарабатывали Потому что Это бизнес Но И потребители Наверное Не должны Страдать От высоких Цен От завышенных Цен Есть ли Какая-то Золотая Середина Между этими Что можно Сделать Чтобы Все оставались Выигрыши Что можно Сделать Корректировать Налоговую Нагрузку Со стороны Регуляторов Просто Для того Чтобы запас Прочности Увеличить Нужно Особенно Для Крыма Для Крыма Можно было бы Вести Какой-нибудь Спец Крым Учитывая Догистическую Русские Сложности Ну Понятно До Времени Запуска Груза Потока По мосту Далее Нужно Либерализовать Условия Работы Отпустить Цен Не вмешиваться Но при этом Выстроить Как Допустим У нас В Европе Это реализовано Выстроить Систему Контроля Систему Прозрачности Цен И дальше Конкуренция Сделает Своё дело Что ж Павел Александрович Благодарю за комментарии Напомню На связи с нами Был Павел Баженов Президент Российского Независимого Топливного Союза Напомню Что вы слушаете Радио Крымреалии Если вам есть Что сказать По теме Цен на бензин В Крыму Тому Рады ли вы Снижению Вот такому В ручном режиме Цен на бензин Звоните нам По бесплатному Телефону По бесплатному Номеру Телефона 8 800 10 06 926 8 800 10 06 926 А также К нашему эфиру Могут присоединиться И жители Других украинских Регионов По номеру 044 490 31 18 Пишите нам В Твиттере Предлагайте Свои темы Программ А также Заходите на Сайт Крымреалии Там можно Читать наши Материалы И смотреть Прямые Видеотрансляции Эфиров Ищите сайт Крымреалии В интернете Наши страницы В фейсбук Твиттер И вконтакте Наши видео И фильмы На ютуб канале Крымреалии Крымчане Имеют право Знать Тем временем К нашему разговору Присоединяется Сергей Куюн Эксперт топливного рынка И директор Украинской Консалтинговой Компании А95 Сергей Здравствуйте Доброе утро Благодарю Что присоединились К разговору И вот Я бы хотел Повторить вопрос Федеральная Антимонопольная Служба Российская Она заявляет Что рынок В Крыму Бензин Он монопольный И начинает Раздавать Многомиллионные штрафы По крайней мере Заявляет об этом Вот по вашему мнению Можно ли Назвать Рынок Бензина В Крыму Монопольным Потому что Там есть Несколько Заправок И по идее Должна быть Минимальная Конкуренция Ну я не знаю Как Классифицирует Российское Законодательство Монополизм Но очевидно Что Речь идет О Коллективной Скажем так Там действительно Есть два Крупнейших Оператора Это компания Атан И компания ТЭС Это давние Игроки рынка И Насколько я понимаю То после аннексии Они на сегодня Занимают Мне кажется Там больше Пятидесяти процентов Рынка Наверное Процентов Шестьдесят Семьдесят Поэтому По сути У них Получается Такая Олегополия И Очевидно Это имеется Ввиду Да безусловно Там Такой элемент Ну есть А подскажите Пожалуйста В такой ситуации Насколько В принципе Оправданы Действия Антимонопольной службы Потому что Вот Наш предыдущий эксперт Павел Баженов Он говорил о том Что С одной стороны Есть Операторы Которые продают Бензин В розницу С другой стороны Есть цена закупки Для них Которая централизована Точнее Которая рыночно Привязана И она может быть Выше Может быть ниже А с другой стороны От операторов Иногда Фактически Требуют снижать Цену Несмотря на Вот Скачки цен Закупки Тут в чем проблема По вашему Проблема В жажде Наживы Самих Операторов Которые пытаются Это сделать Или проблема В том Что кто-то пытается Вручную регулировать Цены Несмотря на Какие-то Рыночные реалии Ну Главная проблема В том Что В России Вот Кто-то решил Кто-то решил Что бензин Это социальный товар И он Должен стоить Как бы Вот Несмотря на то Что В принципе Россияне Намного Богаче Тех же Украинцев Ну вот Как нас И вот Кто-то решил Что там Бензин Он должен Стоить Он должен Стоить Дешево Потому что Там философия Такая Что мы Нефтедобывающая Держава И у нас Бензин Не может Стоить Дорого И поэтому Как бы Все вокруг Этого Пляшет Как это Достигается Достигается Таким образом Что Есть вертикально Интегрированные Компании Вот Лукоил Роснефть Газпромнефть И так далее Да Вот Это тройка В основном Там уже Других И нет По сути Ну так Нефть Еще Все они Очень сильно Подвержены Государственному Влиянию Либо На трему Либо Через Административные Рычаги И Они несут На себе Социальную Функцию Такой Немой договор Следующий Что Вы Зарабатываете На экспорте Нефти На оптовой Продаже Нефтепродуктов А розница Это для вас Такая социальная Нагрузка Там цена Не должна быть Высокой Вот как-то Это вот так Работает Но есть Проблема Проблема В чем Проблема В том Что Как Павел Рассказывал Что Порядка 50% Рынка По количеству Заправок Не относятся К этим Вертикально Интегрированным Компаниям Это В частности В Крыму Ни одной Ни Вертикально Интегрированной Компании Потому что Они боятся Санкций И не открывают Там свои Заправки И поэтому У них нет Добычи Нефти В этих Станциях У них нет Нефтеперерабатывающих Заводов И поэтому Они вынуждены По сути Подчиняться Рыночной Власти Больших Компаний И если Скажем так На материков В материковой России Там нет Другого Выхода Им приходится Выкручиваться В том числе И за счет Компромиссов С качеством Налогами И так далее То в Крыму Такой картины Нет Там нет Вертикальных Холдингов И ценообразование Свободное Местные операторы Независимые Они устанавливают Цену Исходя из Закупочной цены И по сути Такая цена Как в Крыму Она должна быть По всей России То есть Это образец Рыночного Ценообразования Когда есть Оптовая цена Есть наценка Я уверен Что она нормальная Эта наценка Что нет Там особого Злоупотребления Но вот Крым Просто сегодня Контрастирует С остальной Россией Именно Структурой рынка Когда там Нет конкуренции С этими Вернее Не конкуренции Это нельзя Назвать конкуренции Там просто нет Этих Рынкообразующих Холдингов Которые есть Во всей остальной России И вот это Получается Как бельмо Глазу Такое Вот оно Сразу контрастирует Что она Почему во всей России Одна цена В Крыму Другая Значит надо Там людей Наказать Хотя Глубинная проблема В том Что Вот в особенностях Российского рынка Когда Нет свободного Ценообразования И свободно Функционировающего Топливного рынка Сергей Я попрошу вас Оставаться на связи Собственно О последствиях Такой политики Я думаю Мы через минуту поговорим Но мне Режиссеры говорят Что у нас на связи Слушатель Здравствуйте Вы можете Задать свой вопрос Но представьтесь Пожалуйста Перед этим Здравствуйте Меня Владимир Зовут По ценам Вот на бензин В Крыму Ну сейчас Они в принципе Равны Почти равны Ценам Краснодарском крае Так что все выровняют Там на несколько копеек На рубля Различаются Переехать А вы Другой вопрос Вы давно Были в Краснодарском крае Да регулярно Там сейчас Как мост построили Регулярно Ежу Ну по бизнесу По делам И вот Ну тут другой вопрос В Украине Сейчас Цена 70 рублей Если бы Сравнивать То есть В любом случае Крымчане Выигрывают Там по сравнению С Украиной Вот Так что Вопрос Что с чем сравнивать Как говорится Давайте спросим С чем сравнивать Сергей Здравствуйте Сергей Возвращаемся В эфир По вашему мнению Выиграли Вот если Чисто по ценам На бензин Крымчане Потому что 70 рублей Назначай Называет Наш слушатель Такую цену Ну безусловно Безусловно Цена В России И в Крыму В том числе Ниже Это опять-таки Следствие того Что вот этой Деформации рынка Вот этой Государственной политики Нельзя говорить Что она Плохая она Или хорошая Она есть вот такая Российская политика Направлена на то Что Деньги зарабатывают Компании На экспорте Нефти На оптовой продаже Топлива А розница Это такой Социальный Как бы Довесок То есть Такой Обязон Который ты должен Тянуть Поэтому Это не рыночное Образование Если бы В России Была свободная Ценообразование Как в Украине Цена была Точно такой же Поскольку Поскольку Налоги у нас Примерно одинаковые С россиянами И на бензин На дизель В остальном Цена во всем У нас Чем это подтверждается Тем что У нас сегодня Цена такая По структуре Как в Европе За исключением Не в абсолютных Величинах А ценообразования То есть Мы берем Мировая цена Плюс налог Плюс маржа трейдер Вот Если бы в России Был свободный рынок У них бы цена Была точно такая Как у нас Но именно За счет Государственной Политики Вот эта розничная Цена Она ниже Сергей Я благодарю вас За комментарии Напомню На связи С нами был Сергей Куюн Эксперт топливного рынка И директор Украинской Консалтинговой Компании А-95 К нам Присоединяется Сергей Сапегин Эксперт Также эксперт Топливного рынка И заместитель Главы комитета Общественного совета При Министерстве Энергетики Украины Сергей Здравствуйте Доброе утро Спасибо что Связались с нами Вот меня интересует Такой вопрос С одной стороны Вроде бы Крымчанам Простым Вот так Чисто Отличенный Если говорить То цена ниже Она снизилась Благодаря действиям Российских Антимонопольных органов Но с другой стороны Даже российские Эксперты В нашем эфире Только что подтверждают Что для самих Операторов рынка Это невыгодно Потому что Цена закупочная У них Фактически Рыночная А продавать Они должны По спущенным Сверху ценам Какие могут быть Последствия Для продавцов И для рынка Топлива В Крыму По вашему мнению В таких условиях Ну это снижение Цен Условное Потому что Первое Крым работает С такой Достаточно Сильной Сезонностью Объемы продаж Топлива Летом В разы Превышают Зимние месяцы Поэтому Сейчас У операторов Время Для того Чтобы Заработать Для того Чтобы Сделать Живую Прослойку Чтобы Торговать Зимой По низким По практически Минимальным По ценам Себестоимость Второе Надо понимать Что сейчас Крым Как и другие Регионы России Готовится К выборам Значит И в этих Условиях Понятно Что Аксенову Надо показать Первое Что он Управляет Экономикой Полуострова Что он Управляет В частности Топливным Рынком И ценами На нем Но С другой Сторон Ему Надо И снять Поборы С компаний Для того Чтобы Добиться Значит Этими деньгами Лояльности Крымчан И Значит Сохранить Сохранить Свою власть Теперь Если Говорить О Федеральной Антимонопольной Службе То Она Решает Свою Задачу Задачу Пополнения Бюджета Поэтому Вот эти Противоречивые Факторы И определяют То Ценообразование Которое Которое Мы Сейчас Наблюдаем Чем Сильнее Будут Зажимать Цены На полуострове Тем Сильнее Будет Сжаться Пружина Которая Потом Будет Все равно Разжата Потому Что Противоэкономики Не пойдешь И операторы Не будут Торговать Себе В убыток Значит Где-то Все равно Выстрелит Эта цена Она выскочит Выше И Компания Будет Наверстывать Упущенную Прибыль Если Конечно Мы Не имеем Дела С Попыткой Зачистить Рынок С попыткой Вывести Те компании Которые Скорно Торговали В Крыму За пределы Экономической Экономической Целесообразной Цены И Привести Банководству С тем Чтобы Привести Свои Компании Но Здесь Я бы Не стал Акцентировать На этом Сильно Внимание Потому что Крупно Российские Нефтяные Компании Пока Не Заинтересованы Приходить В Крым И За санкции Сергей Спасибо Вам За Ваш Комментарий Напомню На связи С нами Был Сергей Сопегин Эксперт Топливного Рынка И Заместитель Главы Комитета Общественного Совета При Министерстве Энергетики Украины Мы Говорили О Ценах В Крыму И борьбе Федеральной Антимонопольной Службы Соседения России С высокими ценами На бензин На полуострове В студии С вами был Александр Голубов Это радио Кремреали И услышимся Редактор субтитров А.Семкин